Привет, друзья мои. По-моему, Россия уже достала всех. Причем достала не только Украину, а достала и Европу, достала и Америку, достала всех. Дело в том, что Верховный комиссар по иностранным делам Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что абсолютно неприемлемо требование в форме ультиматума, выдвинутой России по нерасширению НАТО на восток и по запрету продажи оружия Украине. То есть он заявил еще такую очень интересную вещь, что такие ультиматумы высказывают только победители после войны. А поскольку никакой войны еще не было, а это всего лишь навсего заявление какого-то гопника из Кремля, у которого за плечами экономика, находящаяся между где-то Зимбабве и Мозамбиком по своей эффективности, то, конечно, всерьез рассматривать такие потуги глупо и... да и несерьезно, собственно говоря. Тут вот еще интересная цитата, сейчас я вам Борреля дам. Такого еще никогда не было, только победители так делают, сказать то и то мои условия. Требование гарантии безопасности и прекращение расширения ЕС и НАТО на востоке, это чистейшая российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями. То есть, по сути, ЕС заявляет о том, это даже ЕС заявляет, я даже не говорю, что Америка заявляет, Америка гораздо круче. Но даже ЕС, даже миролюбивый такой, знаете, сосисочно-колбасный ЕС, который за порцию сосисок, казалось бы, и колбасы какой-то там, и кружку пива продаст и мать родную, нет. Сказали, хватит. До сих пор, а дальше нет. То есть, языком ультиматума разговаривать у России не придется. Тем более, что я же говорю, я вам как-то, ну, мы вчера или позавчера записывал видео и рассказал вам, какую часть мировой экономики составляет Россия. Это где-то между Южной Кореей и еще чем-то там, ну, и Испанией, по-моему. Вот, да, то есть, это страна, входящая по экономике в третью десятку мировую, или во вторую, даже, наверное, по-моему, во вторую десятку не входит. То есть, абсолютно несерьезная с экономической точки зрения страна, с абсолютно нищим населением, но огромными амбициями и атомной бомбой. Все, больше ничего. И, вы знаете, мне кажется, России абсолютно не надо обижаться на то, что с ней никто не хочет дружить. Дело в том, что, ну, я ее и понимаю, знаете, с другой стороны, Россию я понимаю. Почему? Потому что им приходится силой навязывать свою дружбу, поскольку дружить с ними нормальные страны не хотят. Нормальные страны хотят дружить с теми, кто в состоянии обеспечить своим гражданам высокий уровень жизни. Это принесет процветание и твоей стране. А как можно дружить с Россией, где 70% населения в нищете, и там 10 или 15% населения в Санкт-Петербурге, они где-то на среднем уровне болтаются, а еще есть 100 олигархов или сколько их там, миллиардеров, которые забрали себе вообще все. Как на такую страну можно обращать внимание, как с ней можно дружить, как с ней можно брать пример и так далее. С ней хотят дружить только такие же диктаторские режимы, как она сама, типа Лукашенко, там Таджикистан и так далее, и так далее. То есть вот такие вот варианты. Естественно, ни одна нормальная страна, будучи в здравом уме, с Россией дружить не хочет. Так, только какие-то временные купи-продай и не более того. Давайте вернемся к нашим баранам. Что будет с этими переговорами? Переговоры действительно в январе будут. Будет повестка там Россия-НАТО. И будут переговоры по поводу так называемых гарантий безопасности так называемой России. Давайте предположим, чем это все закончится. В принципе, смотрите, Совет России-НАТО не собирался довольно долгое время. Вполне возможно, что вот эта вот дипломатическая кутерьма и есть с целью Путина, чтобы показать на внутреннем рынке вот этим вот недоумковатым отрядом Путина, которые там клоуны стоят, да, записывают свои видео, что с Россиюшкой опять стали считаться. Что она опять в повестке дня, что она опять великая и могучая. Вот, несмотря на то, что все от нее просто шаракаются, как чумного барака. Может быть в этом действительно. То есть он покажет, что вот со мной встречались, что со мной ручкались, от нас что-то зависит, при этом надуть щеки, запустить пузыри изо рта. Замечательно, вы такие могучие, такие, я не знаю какие. Вот, с вами считаются. Но де-факто, чего Россия добьется? По Украине абсолютно ничего. Украина как шла в нато, так и пойдет. Войны большой, я же вам еще раз говорю, не будет, потому что воевать особо-то нечем. Да и тут я как-то запишу видео, и честно, это смешно. Это смешно. Ведь дело в том, что война ведется для чего-то. Война ведется для того, чтобы после нее достичь вот этого, вот этого и вот этого. Каких-то результатов. Я могу просто расписать, каковы будут результаты этой войны. Не дай бог она случилась. И я думаю, что Путин тоже приблизительно, великолепно знает, чем это все для него закончится и для его недоимперии. Поэтому о войне сейчас говорить вряд ли приходится. Она больше такой жупил. Но Путин просчитался еще в чем. Он думал, что вот эти вот бандитские заявки, бандитские ужимки, они возымут, действительно возымеют какой-то такой, знаете, магический эффект на европейцев. На американцев вряд ли, потому что эти сами сусами. А вот на Европу он думал, что возымеют. В результате возымел абсолютно противоположный результат, что показывает, то есть Европа объединилась перед лицом путинской агрессии, и даже Европа говорит, что его требования абсолютно неприемлемы, никто их не будет принимать. Причем они это заявляют еще до начала переговоров, то есть в принципе закрывает такую возможность как-то их обсуждать и что-то где-то как-то подвинуться. То есть в этом, скажем так, в отношении расширения НАТО подвижек не будет. Это уже понятно, потому что это заявили практически все европейские лидеры еще до начала переговоров. Как вы думаете, после переговора с этим неадекватом кто-то будет менять свою точку зрения, чтобы их потом высмеяли собственные избиратели? Конечно нет. Этого не произойдет. Поэтому, чем это все закончится, могу расписать. Значит, Путину дадут сохранить лицо, Путину дадут рассказать, что какой он великий многоходовочник, чего он там достиг. Де-факто ему дадут какие-то обещания не делать того, чего НАТО никогда в жизни не собиралось делать. И он вот это вот понесет отрядом Путина, они им там расскажут, все будут довольны, все будут хлопать ладоши и побегут в АТБ собирать просрочку в мусорных бачках. Там, где и место, собственно говоря, отрядом Путина и его, большим его любителем, те, кто за него постоянно голосует. Вот это то, чего они реально добьются. Бачки мусорные, как оно там называется у вас, это у нас АТБ, а у вас она на пятерочке или магнит, или тоже АТБ, неважно. И вот там собирать объедки. Увы и ах, ничего другого Путин вам предложить не может. А вот если бы мог, тогда к вам бы тянулись люди. Будем увидеть, буду. Субтитры сделал DimaTorzok